Приветствую Вас! Давайте попробуем последовательно ответить на Ваши вопросы, которые Вы задаете нам. Первый вопрос. Вопрос. Это как это добраться к себе? Я недаром его отделил. Я вижу, что Вы, в общем-то, спрашиваете не только про это, но тем не менее. Как разобраться в себе? Ответ на вопрос, как разобраться в себе, ответ на этот вопрос, на самом деле, звучит так. Чтобы разобраться в себе, нужно себя же услышать. Чтобы себя услышать, нужны определенные условия для этого. То есть, Вы пока себя не слышите, Вы руководствуетесь чем-то другим в своей жизни, я так полагаю, Вы руководствуетесь какими-то другими аспектами своей жизни. Например, Вы говорите, что живете для ребенка. Вы говорите, что у Вас не все дальше жить, что то, как Вы жили, это было не совсем правильно. И над этими аспектами нужно работать, нужно разбираться, почему Вы неправильно жили. Почему Вы, условно говоря, так организовывали свою жизнь, что это были, вообще говоря, не Вы, а, скажем так, кто-то другой. Да, вот, чем было вызвано, вот это вот, Ваше поведение. Это первый момент. Второй момент. Второй момент важен тем, что Вам необходимы условия. Условия для того, чтобы, значит, привозиться к себе. Что это в нашем условии для того, чтобы привозиться к себе? Ну, во-первых, во-первых, это уединение. То есть, уединение, остаться наедине с собой для того, чтобы лучше себя понять. При этом, это не одиночество, как таковое. Это именно уединение. Это именно уединение для того, чтобы осознать, чего Вы хотели бы сами для себя, чего Вы желали бы сами для себя, и что Вам не дает это сделать. Что Вам мешает это сделать? Условно говоря, что Вам мешает жить так, как Вы хотите? Что Вам мешает делать то, что Вы хотите? И есть ли реальные препятствия у Вас к этому? Если есть, то как их избежать? Это первый момент. Первый, но важный момент. Второй. Второе, о чем мне хотелось бы сказать, это доверие в себя. То есть, мало присущиться к тому, что Вы, там, хотели бы для себя и так далее. Важнее еще уметь доверять своим желаниям. Потому что люди-то могут и понимать, чего они хотели бы, чего они хотят. Люди могут это понимать. Но вот доверять своим желаниям – это что-то не позволяет. И если у Вас есть какие-то блоки на опции к тому, чтобы себе самой доверять, эти блоки также нуждаются в том, чтобы Вы от них избавились. Опять и к блоку. Это очень важно. Не менее важно, чем предыдущие условия, о котором я сказал. Итак, уединение и прислушивание к себе, а также доверие к себе – это то, что Вам нужно сделать в первую очередь. Так Вы разберетесь в себе и сможете понять, что же Вы хотите, чего Вам нужно, чего не хватает и так далее. Хотелось бы предупредить, что в первый раз у Вас, может быть, это не получится. То есть, если человек не привык, то, соответственно, если человек не привык, то откуда взяться, я надеюсь, Вы понимаете, да, откуда взяться эти способности, если же человек просто не привык. Дальше. Теперь, по поводу того, что Вы пишете насчет отсутствия сил у Вас. По поводу этого, мне хочется Вам рассказать так. С какого момента, или лучше сказать, когда, у Вас вот это вот наступило ощущение, что сил больше нет? С какого момента Вы начали этот шифр? Ведь это на самом-то деле очень-очень важный момент. И что начало Вас подкашивать? Это нужно проанализировать, выявить и выработать правильное отношение к этому. Ну, вполне вероятно, что речь идет о неврозе. Вот, я почему-то думаю, что дело здесь все именно в неврозе. То есть, невроз – это вообще что такое невроз? Невроз – это когда человек пытается быть тем, кто он в действительности не является. Невроз также проявляется в тревожности. Невроз проявляется в инстинктивной попытке использовать привычные модели поведения в изменившихся обстоятельствах, условиях и так далее. То есть, вообще говоря, вот это то, с чем Вам нужно разбираться. Потому что, вот, пока, пока, я бы сказал, что ситуация не очень-очень понятна. Ну, по крайней мере, мне, по крайней мере, в Вашем случае. И чтобы в ней более или менее разобраться, нужно анализировать. Далее, как Вам правильно сказал коллега, что жить нужно для себя. И это, как бы, напрямую. Я об этом напрямую сказал, когда говорил о том, что Вам необходимо присутствовать к себе. И это действительно очень нужно, очень важно, чтобы Вы умели прислушиваться к себе и жить именно для себя. Не для кого-то, да, а именно для себя. И вот, собственно говоря, эти моменты и нужно Вам пронаботать. Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок был счастлив, если Вы действительно этого хотите, если Вы желаете своему ребенку счастья, то хотя бы ради него Вы все это сделаете, все вот, о чем я сказал, выполните. И у Вас тогда, собственно, куда меньше будет проблем, чем есть сейчас. Это я Вам совершенно точно говорю, потому что проблемы у Вас из-за того, что Вы неверно выстраиваете свое поведение, неправильно делаете какие-то вещи, неправильно выставляете приоритеты. И если, соответственно, Ваши приоритеты будут верными и правильными, то проблем у Вас, я думаю, вообще говоря, будет гораздо меньше. Ну а пока Вы, как понимаете, себя-то не нашли, пока Вы себя не нашли, будет тяжко. Так что, либо сами двигайтесь в том направлении, которое я назвал, либо обратитесь к психологу на нашем ресурсе, он поможет Вам собраться с Вашими проблемами. Всего доброго! До свидания! Надеюсь, что помог Вам. Если вопросов каких-то остались, пишите в личку. Помогу, если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. 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 Спасибо.